Канал Аль-Иртисам представляет Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум, ва рахмату Аллахи, ва баракатуху Продолжаем Апровергенный наговор на шейха Ибну Тайми, рахмаллах Шейху л-Ислам И Сегодня мы хотели Продолжить Опровержение новых наговоров Имама ДУМД И Прошлые все лекции уже У нас были готовы записаны, пока Его Не убрали со своей должности Бывший имам Джарбаев продолжает наговаривать Мы даже, можно сказать, где-то До 15-ти минуты или 20-ти минуты лекции только дошли Целая лекция была 37 минут Еще очень много наговоров осталось, которые наговаривают Но сегодня хотел поговорить, как называют они кадровые изменения Духовные управления И они убрали его И как-то причины тоже сказали За то, что он Не свои дела Лезет, как коротко сказать Который не был он уполномочен этим Некоторые потом В комментариях пишут Говорят Его не из этого убрали Это Ежегодно происходит Кадровые изменения Кадровые изменения Духовного управления Из этого его тоже поменяли на другого Я говорю Его Утверждаю Его изменения Убрали оттуда За то, что он не мог Ответить на те слова Которые он сам Привел против Ибн Тайми Рахмаллах И он способствовал На то, что мы Ответили на их слова И добавок Сказали Чем они занимаются И откуда они медали получают После этого Они подумали Умный ход сделали Жарбаев Они от нас Его убрали Мы ему это не полномочили Мы ни при чем Если бы они не хотели Что Жарбаев Про Ибн Тайми разговаривал У него Почти больше Чем полгода Висело это видео На его канале Потом После того Как мы опровергли На первое видео И требовали С него ответа Чтобы ответил За свои слова Которые он наговорил На Ибн Тайми Рахмаллах Он месяц Ждал И делал опровержение Месяц Искал Не мог найти Я почти уверен Он не сам Один этим занимался Ему помогали В этом деле И он очень хорошо Приготовился И Даже нормально Несмотря на экран Почти наизусть Читал Слова Ибн Тайми Рахмаллах Допустим Они не знали Что Жарбаев Ответ будет делать Но Жарбаев Объявил На официальном Канале Мечета Избирбаш Мечет является Мечетом Духовного управления Потому что Жарбаева Они поставили туда На этом канале Висело Объявление Что 21.00 Будет Ответ По вопросам Ибн Тайми Если они Не хотели бы Этого дела Тогда тоже Позвонили бы Сказали бы Уберите Не делайте ответ Он не достойный Этого ответа После того Как он ответил И видели Жесткий наговор На имна Тайми И даже Простой народ Видели Что Жарбаев Не ответил Ни на один вопрос И добавок Еще много Наговорил Пока Мы не могли Дойти До нашего Офиса До нашей Где наши Книги находятся Так как Здесь был Карантин Комендантский час Писали О Жарбаев Ответ И гордились Все И столько Комментарий Писали О Жарбаев Ответ Сейчас Что скажете Ты же обещал Таубу делать Если Жарбаев Ответ Я обещал Таубу делать И обещал Сказать Что Ибн Тайми Является Кафиром Если он Говорит Аллах Не спускается Как я Спускаюсь Потому что Сам Ибн Тайми Так же Говорит Кто так Говорит Он является Кафиром И после Этого Не мог Ответ Нашли Крайнего Как мы Первую же лекцию Я сказал Вернитесь туда Жарбаев И ему подобные Их Меняют Если Свою Миссию Не могут Они выполнить Так как Видимо Он не смог Выполнить Не смог Ответить На те слова Которые Сам поднял И не защитит Свои Слова Нашли Крайнего Убрали Жарбаева И народу Сказать Чтобы люди Поняли Мы Не хотели Этого Мы Он Нас Не представляет Если Он Вас Не представляет Больше Чем Полгода Весели На вашем Канале Это видео Сейчас К вам Обращаюсь Духовное Управление И все Имами Духовного Управления Если Найдете Те слова Которые Жарбаев Приписывает На Ибн Таймия Который Сказал Аллах Не спускается Как Не спускаюсь Аллах Стоит С трона Как Я стою В таком Форме В таком Жем виде Если Ибн Таймия Говорит Сейчас Тоже Говорю Является Он Кафиром Но Он Этого Не говорит Сам Спускаешь Он Является Кафиром После Этого Убрали Жарбаева Кадровые Изменения Бывают Убирают Другого Ставят Но Такого Истории Не было И только Его с имама Убрали Другого Место Поставили Или же Как Жарбаева Который Был имам Его с имамства Убрали Но И он Там На маслах Где-то Работает Жарбаева Убрали Все Кроме Нескольких Видеок Все Около 27-28 Видео Удали Из Канала Отобрали Его страницу Которая В инстаграме Находится Жарбаев Который Назвался Страница Его Отобрали От него Вместе Того Которые Его фото Сделали Поминяли Фото Муфтия Ахмада Жарбаев Асхаб Который Назвался Страница Поминялся На Ихсан Тире 111 Вот Вы говорите Это кадровое Изменение Нет Вы просто Использовали Его И выкинули Асхаб Как я тебе говорю Тебя используют И выкинут Так же поступают С ним Так же поступают Со всеми Которые Не могут Выполнить Свою Миссию Жарбаев Ты же кричал Духовное управление Ученые Духовное управление Всем двери Открыта Приходите Расскажите им Предъявите им Чем вы не согласны Не только Двери Для меня Открыта Даже Для тебя Не открыты Там двери За то Что То что я говорю Или ты сам говоришь Я опровергаю тебе На это Даже ответ Когда не выходишь Не только Меня туда пускают Даже Оттуда Дверь закрыли Из этого Хватит Играть на публику Говорит Наши двери Для всех Открыта Мы сказали Ваши двери Открыты Для всех Кто вас поддерживает И для тех Кто приходит К вам С такими Бородами Дарят Медали Для них Ваша дверь Открыта А для тех Людей Кто вам Истинно Говорит Ваша дверь Закрыта Просто На наговор Отвечать И мы начали Просто Вы сами Наговорили Даже Этому Человеку Не только Нам Кто не мог На свои слова Ответить Его С имамства Убрали Председателя Имама Оттуда Убрали С канала Его видео Выкинули Как будто Человек Кафиром Стал Его страницу Отобрали Потом Говорит Наши двери Открыты Вот Жарбаев Как открыты Двери Духовного управления Как ты говоришь То что Наговорил Жарбаев Сомнения Остались В головах Многих Народов Братьев Которые Он наговорил И сказал Им Таймей Говорит То-то Это Жарбаев Приводит Хадис Про Арша Который Передали Много Ученые Но он Здесь тоже Наговорит На им Таймей Рахмаллах Он говорит Что Приводит Хадис Арш и Курси Аллах Объемлют Небеса и Землю Всевышний Аллах Сядет на Трон Он Сейчас Свои Слова Добавляет До сих пор Говорили Истива Была Определенным Местом Находится На Арше А тут Уже Говорится Что Сядет На Арш И Этот Арш Не Больше Аллах Размером Четырех Пальцев Это Арш Не Больше Аллах Размером Четырех Пальцев Есть Другое Мнение В котором Говорится Что Арш Не Больше Аллах Кроме Четырех Пальцев У нас Две Версии Или Или Арш Такой Как Аллах Или Он Больше На Четыре Пальца В первую Очередь Перевод Неправильный Там Не Сказано Что Арш Больше Чем Четыре Пальца От Арша Не Остается Кроме Четыре Пальца В другом Хадисе Говорится От Арша Не Остается Даже Четыре Пальца Это Общий Хадис Привел Сейчас Не Будем Заново Какой Наговор Он Здесь Комментарии Он Говорит Что Ибн Таймир Ахмулла Говорит Аллах Размер Арша Прочитал И Остановился В следующем Строке Даже Написал Сам Ибн Таймир Ахмулла Говорит Трон Аллаха Очень Маленькая По отношению Величие Аллаха Субханаху Ва Тааля Строка Он Где Остановился Следующее Слово Это Было Если Это Не Говорит Наговор Если Это Говорит Нарочно Он Так Делал Чтобы Наговорить На Ибн Таймир А что Сказать Все Что Он Говорит Что Больше Арша Меньше Арш Все Детские Игры Закончилось Если Он Прочитал Слова Ибн Таймир Ахмулла Наговорит хватало бы его убрать и дальше не отвечать даже. Но я отвечаю не ему сейчас, я отвечаю и духовному управлению, которое его имамы наговаривают на имя Таймия. И это я отвечаю народу, как вас отманывают эти люди. Дальше еще продолжает Джарбаев, комментарий этому хадису, и говорит, что мы запретили в сторону границы для Аллаха, потом, когда мы нашли слова имама Ахмада, он говорит, что он в одном месте отрицает границы, а в другом месте подтверждает, объяснять начал. Что я здесь хочу сказать? Я не хочу останавливаться на его наговоре, то, что он наговаривает еще больше и больше на имя Таймия, я хочу вам показать, кем себе он возомнил. Два имама хамбалистского мазхаба, не простые люди, имамы Калды Абу Ялья, и имам Ибн Таймия, шейху л'ислам, оба говорят, что имам Ахмад говорит эти слова, и не стесняется, и не стесняется, и не краснеет, говорит, что это наговор не имам Ахмада. Я вам покажу, чтобы это не наговор, что было, имам Ахмад, от имама Ахмада, что передает на слово границы. Мы этот рассказ рассказали на том лекции, о которой мы говорили, это башня фараона. Когда имам Абдуллах ибн Мубарака спросили от учителя имама Ахмада, как мы познаем своего Господа, имам Абдуллах ибн Мубарак сказал над седьмым небом, над своим троном Бихаддин, границы которой отделяет от его создания. Имам Ахмад сказал Это также у нас говорит имам Ахмад. Вот слово Бихаддин ибн Мубарак говорит, что это границы. И имам Ахмад подтверждает, вот это, коротко я привел, чтобы доказать этот человек, несмотря, так он, не стесняясь на двух больших имамов наговорить, что они наговорят на имама Ахмада. Как можно человека язык так повернуть, который знает шариат, который знает если он знает шариат или же какое-то чувство к религии человека, который есть. Вот это даже одно слово хватает доказательством, что они не наговаривали, они передали от имама Ахмада то, что они там пишут, и не имна Тамия, не калды Абу Ялья не наговаривали на имама Ахмада. Что бы сказать дальше, он там говорит, что это хадис, малду, хадис, одно место он как сказал? Одно место он как сказал? Он сказал, это хадис, это даиф или малду, но недостоверный. Что это хадис достоверный говорит? Никто не сказал инна лиллах ва инна илейхи ра-джи-ун В первую очередь Ибн Таймия сам считает этот хадис недостоверным. Даже Ибн Таймия сам считает этот хадис малду' Давай посмотрим, что говорит Ибн Таймия в своем книге Дар уль-та'аруду ла-акл и ван-накл про этот хадис. Он говорит в этом книге книге Калды Абу Яль Ибдалу Тауил там есть несколько хадисов малду' недостоверный малду' который вымышленный хадисы. Из этих хадисов говорит Ка хадису Куудир Расул Алал-Арш Хадис который говорится что пророк сидит на арш Это хадис говорит Раваху Ба'дун Нас Минтура Инкасила Марфуа Некоторые люди этот хадис рассказали с многих источников с многих цепочек этих хадисов иснады все эти цепочки говорят все они малду' вымышленные Это говорит Ибн Таймия Как тебе не стыдно потом говорит Ибн Таймия говорит это хадис достоверный Ибн Таймия там не говорил это хадис достоверный Ибн Таймия говорит Это хадис недостоверный только передается от Муджахида Таби'ин ученик Ибн Аббаса от него передается это хадис что Аллах посадит Мухаммада саллиллаху на арш Давай посмотрим Тафсир Табари где говорится Некоторые сказали другие сказали Макаму Махмуд который нашему пророку отдает судный что такое называется Макаму Махмуд Многие сказали это шафа и другие сказали это Макаму Махмуд то что обещал Аллах нашему пророку это чтобы его посадить вместе с ним на арш Кто это так говорит? Мне рассказал говорит Аббад ибн Якуб Он говорит мне рассказал Ибн Фудель от Лейса от Муджахида в Тафсире Асса Айнеба Аса Караббу Камакамам Махмуда Тафсир этого аята Каль Муджахид сказал Юджнисуху Мааху Аля Арши Он его посадит Он его посадит рядом с собой на арш Сейчас смотри кто наговаривает Ибн Таймия сказал Ибн Таймия сказал что это Муджахид говорит Ит Абари говорит Это Муджахид говорит Тафсир 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 мы знаем 15 том 47 страница Сурат Исра 79 аят Тафсир посмотришь найдешь и так же эти же слова передает от Муджахида имам Ас-Суют и как Ибн Таймия сказал эти слова приняли многие ученые слова Муджахида но Ибн Таймия более достоверный считает что это хадис недостоверный и сам насчет хадиса сам говорит что это хадис является мауду вымышленный хадис хотя многие ученые хотя другие ученые говорят про этот хадис что она достоверный этот же хадис передал который Ибн Таймия привел Фаттава хадис передал Абдуллах ибн аль имам Ахмад ибн Ахмбаль Аш-Шайбани имам Абдуллах сын имама Ахмада Абдуллах тоже был имамом он этот хадис передал своим рассказал в своем книге китабу сунна номер хадиса 578 ты говоришь Ибн Ахмад переводит этот хадис это переводит хадис имам и также этот хадис передал Дия Аль Мақдиси хадис Мухтара ибн Абдар филфутья вадишти фи избат льлах и говорит хадис это достоверный хадис говорит говорит аддишти рувату аля шарты бухари муслим это хадис которые сказали эти на условии имама бухари и муслима сейчас я не говорю это правильно он говорит или нет я говорю что наоборот ответить Джарбаеву который говорит это хадис достоверный никто не сказал сказали мы умышлене сказали недостоверные но что это что достоверный кроме никто не сказал наоборот имам это хадис говорит наговор но я тебя перевел кто его достоверным считал чтобы ты знал не прыгай выше своего уровня на имамов не говори они наговаривают есть другие слова которые можно сказать имам ошибся от передания может ошибаться а наговаривают имамы не могут из этого узнай свое место и Аллах тебе показал твое место когда мы в своей лекции тебе сказали Аллах сказал кто будет враждовать с моими любимцами с моими валиями я против него войну объявил вот чтобы как поступили твои же братья твои же друзья твои же которые ты хвалил и даже говорил этот наш муфтий Ахмад как Маджису Ильм который вы говорите ты там выступал два хадиса привел оба хадиса являются вымышленными один из хадисов был получаете знания хоть даже Китая ты говоришь ты начал хвалить муфтията и говорит нам до Китая ехать не надо здесь мадраса который это хвалил эти же люди выкинули за то что ты наговариваешь на валию на любимца Аллах Аллах заставил твоих же братьев твои же старшие чтобы так поступили убрались имамства можно сказать можно было даже твои лекции которые касаем все удалили сверх этого твою страницу даже отобрали твое имя даже не оставили они интернете твои ролики были другие на суфистских каналах там тоже ограничения поставили даже нужно было посмотреть некоторые слова которые ты сказал еле-еле нашел я один ролик так с тобой поступили узнай хоть сейчас за что вернись подумай за что с тобой они так поступили это наказание Аллаха за то что ты наговаривал на любимцев Аллах угождай этих людей и им не угодил и свой ты не получил и тебе тоже выкинули это касаемо на хадис четыре пальца вот эти слова им хватало бы сказать хадис умышленный хадис но очень много ученых есть которые сказали достойный хадис но это сейчас не спорим я хочу закончить лекции касаемые этому человеку и даже думал больше лекции не сделаю может быть это последняя лекция касаемая ему и на его наговоры сейчас перейдем на другой хадис который он тоже так говорил что именно наговаривает на пророка саллиллах хадис который сказал раэйту рабби фи ахсани суратин пророк саллиллах увидел нашего господа во сне облике молодого юнца как здесь он продолжает говорит я увидел своего господа облика молодого юнца некоторые говорят плотного телосложения некоторые волосатого на нем надеты пару обуви из золота на его лице украшения из золота и так далее он так говорит он поставил свою руку между моими лопатками и я почувствовал прохладу его кончику пальцев между моим грудью между моим грудью вот этот хадис он привел потом много чего наговорил на имя рахмаллах опять же много чего наговорил но коротко быстро скажу что он там наговорил первое из которых он наговаривал что это хадис говорит имя считает его достоверным хотя ни один ученый его достоверно считал посмотрим еще кто его достоверным считал кто его не считал достоверным прочитал этот хадис молодого юнца и с другого места тоже добавлял на этот хадис насчет пальцев во сне пророк увидел Аллах поставил свою руку к спину и я почувствовал в пророк холод прохлада его пальцев между моим грудью и потом говорят хадис еще говорит этот хадис никто достоверным не считал саналлах уже надоело вранье всем высказывать и мол просто я хочу докончить это быстро сейчас я думал долго но быстро постараюсь закончить первую очередь это хадис разные риваяты в разной форме пришло от пророка саллах от ибн Аббаса передается что Мухаммад увидел своего господа в облике молодого юнца без ситра без как занявеса его оба ноги или же оба стопа находятся в зеленом зеленом месте так он риваят потом другой приводит я видел своего господа кучерями волосами без бороды на него зеленая накидка и в другом риваяте говорит я видел своего господа волосы у него тоже кучерявые и на него зеленая накидка это риваят первый в таком форме этот хадис сказали многие ученые не как Жарбаев говорит никто не сказал кроме имтамии кто этот хадис достоверным посчитал имам Ахмад этот хадис считал достоверным этот передал от имама Ахмада Аль-Халал в своем книге Аль-Мунтахаб в 282 странице и также Абу-Зуратур-Разим сказал этот хадис достоверный и также Аль-Табарани сказал это хадис достоверный и также Ибн Таймия сказал этот хадис достоверный в своем книге Таль-Бис Аль-Джахмия 7 том 290 страница вот этом томе он сказал просто можем открыть можем и оставить потому что кто хочет, вернитесь туда, чтобы быстро хотим закончить. Эти столки имами сказали, что это хадис достоверный. Еще добавил Абуль Хасан Ибн Башар тоже сказал, что это хадис достоверный. Есть ученые, которые этот хадис считают недостоверным. Из них кто? Ибн Аль-Джаузи в своей книге «Аль-Иль-Мутанахия» в 1 том 36 странице сказал, что это хадис недостоверный. Это хадис недостоверный сказал имаму Захаби в своем книге «Сир Аль-Лам Ад-Нубала». Десятый том, 113 страница. Вот здесь говорит пророк сказал «Я видел своего Господа». И хадис рассказал, в конце это от Байхаки передается «Ва хабарун мункар». Это мункар, это тоже недостоверный хадис. Говорит Аллах в своем книге «Сир Аль-Лам Ад-Нубала» Десятый том. Другой ревай этого хадиса, который, говорится, на нем были тапочки из золота, и на лице была одежда из золота. И другом ревайе этого хадиса передается, что на золотом постели он сидел, Аллах, Субханава Таалла, во сне его видел. Такие многие другие ревайаты от этого хадиса передаются. Именно такой ревайат, из них некоторые ученые сказали достовернее. Из них, кто был, Хасан ибн Башчар был. И многие именно в таком форме этот хадис посчитали недостоверным. Это имам Ахмад, Ихабн Му'ин, Имам Насаи, Имам Субки, Ибн Хаджар, Ас-Суют, Ишчавкани. В своих книгах они сказали хадис недостоверный. Это нам так сильно не волнует, кто сказал достоверный, кто нет. Я хотел опять-таки доказать, как он наговорит на Ибн Таймия, сал-рахима Аллах. Говорит, только Ибн Таймия достоверный посчитал. Или же он говорит, Ибн Таймия рассказывает хадис недостоверный. В первую очередь, братья. Должен быть стыдно жарбаевым, похожим людям, чтобы разговаривать даже хадис сахих, достоверный, недостоверный хадис. В первой лекции, которая про Ибн Таймия разговора, сам рассказывает два недостоверных хадиса и наговаривает на Бухари, и говорит, этот хадис передал Бухари. Даже не извинился от народа. Я ошибся, я не имел в виду Бухари. Проблем нету, любой человек ошибается. Это мы не говорим, что все ошибаются. Может быть, оговориться, человек скажет, Бухари передал. Он не ошибся, этот человек, потому что в двух лекциях, в двух разных лекциях говорит Бухари хадис это передал. Когда ему оказалось, что он там ошибся, он наговаривает на пророка, наговаривает на Бухари, тоже даже не сказал, да, я ошибся, я извиняюсь. Нет, забыл даже вообще не ответил на этот вопрос. Это у человека, историю его лекции, сколько бы я не слушал, два-три лекции послушал, я всего лишь четыре хадиса услышал от него. Четыре хадиса. Два хадиса, которые я первым лекциям перевел, которые он наговорил на Бухари, потом, когда он хвалил муфтия, там тоже два хадиса рассказал. Все эти четыре хадиса, он, которые перевел историю, все они слабые хадисы и вымышленные хадисы. И этот человек говорит на Ибн Тайми, рахмаллах, что он слабые хадисы приведет. Вот и доказал, что Ибн Тайми этот хадис не привел, чтобы доказать что-то. Привел за то, что разве в своем книге сам привел этот хадис, а приверегая ему этот хадис, он привел. И доказалось, не только Ибн Тайми этот хадис саихи говорит, этот хадис саихи говорили, имам Ахмад, И столько имамов на тебе предоставили, если хочешь вернуться к их книге. И никакого проблемы нету, чтобы Аллаха, субханаху ва та'аля, увидеть во сне. Это единогласное мнение ахлю сунна вальджама'а, что Аллаха можно во сне увидеть. Пророк же не говорит, я увидел своего Господа, он является молодым юнцом. Нет, он сказал, я увидел своего Господа в облике молодого юнца, во сне. Во сне любой вещь может увидеть. Как имамир Ахамула рассказывает в своем книге. Как имамир Ахамула рассказывает в своем книге. Например, то, что мы во сне видим вещи, мы же не видим, не получается, как во сне видел, так же мы его толкуем, сон. Когда Юсуф, алейхиссалам, увидел звезды, и увидел солнце, и луна ему сужда делает, ему поклон делают, это же не пришли солнце и луна поклон. Его толковали, что? Что его отец и мать, и его братья приходят к нему, и они ему сужда делают. И так же, когда увидел король во сне сытого и худого коров, эти же коровы не были, это растолковал Юсуф, алейхиссалам, что придет 7 лет плодотворных и 7 лет засуха. Так же, если Аллах во сне видит, в таком же, не в своем облике Аллах увидит. Как сказал проксор, я увидел в своем Господе облике молодого юнца. Этим никакой проблемы нет. Это не гласное мнение, что во сне можно Аллаха увидеть. Этим не будем зацикливаться и останавливаться. Что мы от этого хотим сказать? Хотим сказать то, что Ибн Тайми Рахмал в своем книге приводит, он не наговаривает. То, что он приводит в хадисы, тоже есть. То, что он говорит достоверным, тоже является достоверным. Чтобы вы знали, еще раз повторяю, как имам Аз-Захаби, сильнейший имам, он говорит, тот хадис, который не знает Ибн Тайми, не является хадисом, потому что Ибн Тайми знает все хадисы. Это свидетельство непростого человека. Когда профессор, сильный ученый, например, или же врач свидетельствует другому врачу, что он является хорошим врачом, профессором, он свое дело знает, это сильнейшее свидетельство. Также, когда Захаби говорит Ибн Тайми, то, что не знает хадис, не является хадисом, это является сильнейшим свидетельством, что Ибн Тайми знал хадисы, хадисы, и то, что там приводят, правильно приводят, и вам даже, который, Аз-Захаб говорил наговор на имама Ахмада, даже это мы привели книгу сына имама Ахмада, что имам Ахмад так говорит, что доказать еще раз, что наговаривает не только на Ибн Тайми, и на имама Ахмада, и на имама Ахмада, это мы хотели доказать. Еще раз, что Ибн Тайми, рахма Аллах, не считает Аллаха размером арша, как наговорил Джарбаев, прочитаем из книг Ибн Тайми, рахма Аллах, третий том, 241-й странице, что он говорит? Он приводит слова имама Ад-Дарими, самый удивительный, говорит, что ты Аллах меришь, считаешь размер Аллаха как размером арша, и потом ты говоришь, Аллах маленький, чем арш, или большой, чем арш, с вами детскими, вымышленными, наговариваешь на Аллаха, так объясняет концерт, знаете, что он говорит? Он говорит, Ну, прямой перевод это жук, бакбак, но здесь говорится пустослов, таким пустословом, тогда говорили, и сейчас как Нажарбаев тоже, «Инна Аллах, поистине Аллах, А'заму, величественнее, больше, мин кулли шай, чем его все создание, он больше, ва акбар мин кулли халк, чем его создание, у Аллах больше, ва ла яхмилуху ла аршу «Изаман», ва ла куватан, арш тоже за то, что она большая, его не тащит, и за то, что арш силы больше не тащит, даже кто арш тащит ангелы, они тоже его не тащат, арш за своим силам, «Ва ла ста каллу би арши, ва лакину хамалуху би кудратихи», это арш, они тащат силой Аллаха, субханаху ата'аля, вот явный ответ и на наговоры своего Жарбаева. После этих тем уже еще много наговоров есть до конца этого ролика, но оставим уже, хватит, кому этого не хватит, как я вам говорю, все эти книги прочитаем, тоже пользы не будет, да хватало бы один наговор этого человека не слушать, этот человек мужиком не считает, хватало бы один наговор на имамов, он наговорит на имам Ахмад, наговорит на Кады Абу-Я'ля, что то, что они говорят, имам Ахмад не говорил, после этого этого человека, или он должен искренне того, чтобы вернуться к Аллаху, чтобы Аллах исправил его, или же в таком же темпе будет продолжение унижения этого человека, за то, что он наговаривает на любимцем Аллаха, субханаху ата'аля. Сейчас опять же обращаюсь к Жарбаеву, хоть так же тебе имамы сняли, с Ютуба тебе видеоролики выкинули, и страницы отобрали, ты можешь новую страницу делать, новый канал делать, это никто не запрещает, если ты не боишься, конечно, своих старших. Тебе никто не запрещает. Если имамство убрали, это тебе не означает, ты не должен защищать религию Аллаха, субханаху ата'аля. Как ты заявлял и говорил в духовном управлении, ворота открыты, кто к ним приходит, чтобы рассказать истину, чтобы они приняли это. И так же, ты говорил, я про иммунтами это рассказываю, чтобы защитить прихожан мечети от заблуждения. Я тебе говорю, Ибн Тайми умер уже семь век прошло. Прохожа мечети его никто не знает, если вы не будете им это рассказать. Но, если ты искренне это говоришь, что ты хочешь религию Аллаха защитить, и ты хочешь религию Аллаха очистить от наговоров, от лжицов, от тех людей, которые портят религию Аллаха, субханаху ата'аля, я тебе предлагаю, Ярбаеву, и так же муфти всего духовного управления, и имамам всех духовного управления, которые находятся в всех городах, начиная от Махачкыла до Хасыр, Тагеставес, Дагестан, берите книгу, которую на русский язык привели, и называется это книга Мажму'ат-у-ль-Фаваид, на русском, которая привели, сокровища благодатных знаний. То, что здесь есть в этом книге, наговоры на религии Аллаха, субханаху ата'аля, то, что в этом книге есть, вымышленные хадисы, которые наговаривают на пророка, саллиллаху алиху асалам, то, что в этом книге есть, толкование аятов в таком форме, так, которые не толковали эти аяты, подобно ему никто. Давай, берите эту книгу, защищайте простой народ от этих заблуждений. Если ты говоришь, я не знал, что в этой книге заблуждение есть, иншаллах, я тебе и всему духовному управлению, всеми имамам Дагестана помогу на следующем лекции, иншаллах, я по страницам скажу, где, какое заблуждение, в чем она противоречит нашей религии. После этого тоже, если вы не будете людям говорить, да, это правильно, не заблуждение, это получается, вы всего лишь защищаете свои интересы и интересы религии Аллаха субханаху ва-та'аля. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok